Ни дождь, ни метель, ни мороз им не помеха. Специалисты метростроя трудятся в любую погоду. Хотя строительство новой станции подземки идет с небольшим опережением графика, большой пласт работы еще впереди. Сейчас внимание приковано к участку на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской. На перекрестке заканчивают готовиться к возведению котлована. Здесь будет стыковка двух тоннелей, идущих от Алабинской до Театральной. До конца недели рабочие должны подготовить локацию для открытия одной полосы движения по улице Новосадовой. Утром 5 декабря готовность территории оценят сотрудники ГИБДД. Если замечание не возникнет, то с понедельника ориентировочно с середины дня полосу откроют. Открываем одну полосу по Новосадовой. Она будет работать с правым поворотом на Полевую. Он в большей степени нужен горожанам, которые в этом квадрате живут. Это Первомайская, Новосадовая, Полевая и Молодогвардейская. Однако это касается и остальных горожан, особенно тех, кто пользуется общественным транспортом. Автобусы вернутся на прежнюю трассу следования при движении в направлении в город. Также, как отметил представитель подрядной организации, за выходные планируют завершить временное благоустройство участка проезжей части. На маршруте уложат покрытие из асфальта со специальными добавками, что позволит использовать его и в холодную погоду. А весной, после наступления тепла, временное покрытие вскроют и уложат постоянное. Масштабное строительство продолжается. На улице Галактионовской, где основной фронт работ, сейчас завершает подготовку стартового котлована. Строители доделывают третий поиск креплений, специальных балок, которые удерживают буросекущие сваи и другие конструкции котлована. Также на глубине занялись подготовительным бетонированием. Здесь уже позаботились и о гидроизоляции. Начали укладывать специальное покрытие, защищающее слой бетона от осадков. Сейчас 25 метров мы от торца забоя уже смонтировали первый этап бетонных работ, который позволит нам выполнить дальнейшие бетонные работы по устройству разгрузочной плиты. На нее будет монтироваться ложе под тоннелепроходческий щит. До конца года в планах у подрядчика закончить устройство монолитного основания для старта тоннелепроходческого комплекса на 50 метров. Также отметим, что на днях заказчик получил положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на основной этап работ, который включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения. Напомним, что станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроена дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, События.